добрый день с вами в эфире торговый дом санкт-петербург сегодня я представлю себя сама меня зовут наталья орлова я владелец и торгового дома санкт-петербург и по совместительству директора тоже торгового дома то есть я сама работа в своем бизнесе я люблю то чем я занимаюсь бизнес изначально начался с продажи книг как вы помните с русского языка моя специальность в россии была театральный критик то есть русский язык и было моим образованием смыслом моей жизни единственное что я знала приехав в эту страну а поэтому то чем я занимаюсь я действительно люблю действительно понимаем действительно знаю и сегодня мы говорим о том как сохранить русский язык для наших детей и внуков не рожденных в россии то есть будем считать что для них это будет как второй язык как иностранный язык то есть русский язык как иностранный со мной в студии ольга касьянова здравствуйте наташа оля возглавляет детский отдел оля мама маленькой и умненькой девочки девочка говорит по-русски девочка рождена в америке мы сегодня с вами поделимся тем что мы знаем о том как воспитывать детей в америке и учить их русскому языку оба мои ребенка говорят на русском языке старшая приехала сюда достаточно взрослый мой сын родился в америке ему 19 лет он говорит и пишет по-русски поэтому все что мы будем вам говорить и советовать это не абстрактные советы абстрактных людей это конкретно наш жизненный опыт оль давай начнем с тебя как ты занимаешься со своей дочкой она говорит по-русски идеально без акцента то дочери моей 6 лет по-русски она говорит идеально она читает по-русски и пишет по-русски также хорошо как и по-английски я поделюсь своими советами своим опытом с чего начинали мы изучение русского языка русский язык для нее иностранный так как в основном садики в других дошкольных учреждениях здесь с детьми все-таки говорят по-английски основной язык для наших детей рожденных здесь приехавших сюда это все-таки английский язык если отвлечься от русского языка немножко психологию то усваивание языковой матрицы набор слов и образов связанных с этими словами называют психологии языковой матрицы начинается у ребенка практически самого рождения и чем раньше вы начнете с ним обучение языку второму языку или третьему языку неважно маленький мозг может усвоить столько языковых матриц сколько вы ему предложите если вы начнете в год это лучше чем если бы вы не начали вообще если начнете в 5 это хуже но лучше если вы начали в год если вы начнете в 7 это почти невозможно потому что уже в этом возрасте язык надо учить мы говорим о том как язык заложить на уровне подсознания я как мама то время еще как будущее мама понимала что мне очень хочется и хотелось чтобы мой ребенок говорил по-русски сохранила традиции то место откуда я приехала и мне кажется это нормально и это правильно когда в современном обществе чем больше человек знает языков тем шире мир для него становится может читать произведения классиков и не классиков на их родном языке а это на самом деле очень меняет восприятие человека у нас в офисе работают люди из разных союзных республик украина белоруссия грузия дети знают центральной азии очень много да дети знают с детства два языка и это не является таким большим событием это считалось нормой знать свой родной язык знать русский язык нормально это выучивалось с детства это воспринималось как норма почему не может быть нормой знание теперь родного языка русского языка и английского языка только уже будем считать что если английский как родной да то мы добавляем русский например украинский язык это нормально вы не перегрузите своего ребенка главное вовремя начать и правильно начать правильно и я бы хотела посоветовать родителям начинать это как можно раньше так как наталья сказала что сам раннем возрасте самого рождения ребенка мы говорим с ним и именно в это время закладывается основа как восприятие языка так и всего остального сейчас для родителей существует огромное множество различных методик различных книг игр игрушек которые помогают родителям в изучении русского языка и сегодня мы хотим поговорить о некоторых из них с чего же начать изучать русский язык вместе с вашим ребенком я хочу поделиться своим опытом как учила русский язык я со своим ребенком первую очередь мы разместили дома специальный плакат интерактивный которому ребенок подходил сам в течение дня его никто не заставлял он просто один раз показали как плакат включается как можно нажимать на кнопочки какие они сдают звуки и плакатом выучили мой ребенок учил все буквы она выучила сама выучила кучу стихотворений песенок выучила цифры это может говорим про возраст когда ходят когда ребенок начинает ходить на это полтора года то есть этот плакат можно разместить дома и больше не подходить к нему это будет такая самостоятельная игрушка для ребенка дальше существует огромное количество различных карточек которые могут родители брать с собой в поездки прикреплять коляски вместо погремушек все эти игрушки безопасны все прошли контроль качества ребенок не может ни пораниться ни поцарапаться не отравиться от этих игрушек что очень важно на самом деле чем продолжить обучение дальше существует огромное количество различных планшетиков интерактивных где ребенок может выучить и песни и слоги и звуки на самом деле это очень важно потому что в этих планшетиках ребенок слышит как правильно произносится тот или иной звук то или иное слово а если планшетики еще и с изображениями любимых героев это во много раз увеличивает шансы на быстрое обучение ребенка кстати вот про безопасность оля упомянула мы периодически все товары которые мы поставляем из россии мы обязательно проходят лабораторные проверки в американских лабораторий на на качество на качество бумаги на качество пластика на качество краски мы прошли все тесты то есть любой товар который у нас периодически вытаскивают из контейнера и отправляют на проверки он возвращается с полным опровол американских компаний то есть да в россии и в украине в беларуси это три страны в основном с которых мы выставляем товар по-прежнему все изготовляют по госту принятому еще в советские времена или там какие это высокие очень высокие требования поэтому может быть намного более спокойно с русскими игрушками чем с игрушками производства китая это я вам точно говорю хочется рассказать о книжках о которых знают все родители бабушки и дедушки за которыми к нам приходят каждый день в магазин которыми звонят по телефону в наш customer service это азбуки буквари все родители я думаю знают об этих книгах что же идет первым азбука или букварь и так мы начнем изучение русского языка азбуки где ребенок может выучить и познакомиться со всеми буквами русского алфавита со звуками узнать как буква пишется и произносится далее переходим к более сложному и глубокому изучению это букварь один из самых популярных букварей это букварь надежды сергеевны жуковой специальная методика все его знают как букварь жуковой был есть и будет я думаю что мы еще все поэтому букваре учились это все тот же самый букварь все верно у нас магазине огромное количество различных прописей различных видов букварей книг для чтения после букваря именно по этой методике она зарекомендовала себя как одна из самых успешных и самых популярных в помощи для родителей мой сын был рожден в америке и не стоял вопрос будет ли он учить русский язык он должен был знать русский язык поэтому этим начали заниматься прямо с первых дней и вот когда ему было уже несколько месяцев нашей жизни появилась няня которая была в прошлой жизни художница я сама кое-какие тексты русских сказок переработала сотрудник нашего офиса перевел няня нарисовала так появилась первая сказка волк и леса и потом медведь и леса про про казницу лесу которая все время всех обманывает ну вот такие вот русские сказки моему сыну уже 19 лет он прекрасно говорит по-русски он читает по-русски но мы продолжаем издавать раз в год раз в два года вот эти книги чем они ценные эти книги на двух языках для того чтобы читать и на русском и на английском еще раз напоминаю если в семье говорят на двух языках папа говорит по-русски мама говорит по-английски или наоборот или бабушка говорит по-английски это нормально это даже интересно эту сказку может читать один вечер на английском тот кто говорит по-английски второй вечер на русском языке тот кто в семье говорит по-русски говорить на разных языках разным членам семьи это и есть как раз задача по изучению языка в этом есть главная игра который ребенок привыкает не волнуйтесь что он путает слова не волнуйтесь что он миксует языки он со временем будет понимать это по-русски а это по-английски я обожаю передачи владимира познера я очень серьезно к нему отношусь как к профессионалу как одному из наверное лучших телерепортеров на сегодняшний день в россии я недавно узнала что его родной язык французский что русский язык он выучил и языком на котором он рос был французский язык в доме мама запрещала говорить по-русски то есть французский язык был основным языком но его папа петербуржец читал ему на ночь пушкина и гоголя на русском языке маленькому ребенку с этого началось привыкание к звучанию языка к речи он выучил язык потом позже сам но вы послушайте как он говорит вы никогда не подумайте что это для человека второй язык я даже говорю не просто отсутствие акцента а языковые обороты в русском языке много вещей которые невозможно объяснить или перевести со словарем как сказать слово за углом потому что нет в словаре перевода углом есть угол но мы же говорим за углом есть очень много вещей спряжений склонений когда меняется ударение в русском языке ударения ходят сами по себе в этом же и красота пушкинских стихов ударение скользящая это все появится только с навыком слышать язык поэтому если вы действительно хотите чтобы ваши дети воспринимали этот язык вы должны им читать с детства обязательно читать сказки наша последняя сказка снегурочка мы решили коллективно всем офисом немножко поменять грустную концовку этой сказки потому что бабушка с дедушкой так долго ждали эту девочку а ее увели подружки в лес прыгнули через костер и она растаяла но это просто невозможно на разрыв такая история мы все поменяли подумали поменяли коллективно эту историю и заканчивается теперь снегурочка так не плачь батюшка плачь матушка я вернусь к вам вместе с первым снегом давайте дарить позитив своим детям давайте дарить позитив друг друга давайте читать сказки на ночь и давайте сохранять русский язык совет лично от меня для родителей которые сами выросли здесь в америке которые возможно не умеют читать по-русски но которые хотят приучить ребенка к русскому языку есть такие замечательные планшетики со сказками потешками песенками играми загадками для маленьких детей начиная от двух лет вы можете перед сном не перед в любое время когда вам удобно включить любую сказку на планшетике нам правильным русским языком под красивую музыку будет рассказывать вашему ребенку сказки на русском языке и чтобы приобрести все эти замечательные товары про который мы сейчас вам рассказывали и коллекцию которыми мы прям гордимся мы действительно для изучения русского языка создали коллекцию игрушек и книг и плакатов но вот прям всего вы можете это купить в нашем магазине на брайтоне и если вы находитесь дальше чем брайтон бич вы можете сделать онлайн в нашем виртуальном магазине русскнига.com аргю с русскнига.com если вы на чекауте когда вы заканчиваете вашу покупку убиваете промо-код нтв10 вы получаете 10 процентную скидку на всю покупку независимо от того что вы еще накидали в корзину мы ждем вас в гости мы работаем для вас